Приветствую вас! На самом деле, Светлана, все довольно просто. Если мы говорим непосредственно про доведение дела до конца. Что значит просто? Если вы доводите дело до конца, то можно вести речь о том, что вы ориентированы на результат своей деятельности. Если вы ориентированы в своей деятельности на результат, то, простите, простите, результата вы хотите сиюминутного. Если вы хотите сиюминутного результата, то это, как правило, скорее всего, обличено на провал. Потому что сиюминутный результат бывает довольно редко. Если честно, его не бывает почти никогда. И удовольствие от процесса вы не получаете. А результат всегда субъективен. То есть для кого-то результат хороший, для кого-то результат плохой, кому-то результат нравится, кому-то результат не нравится, у кого-то не устраивает. И это очень сомнительно просто. Просто очень сомнительно. Понимаете? И именно поэтому вы и бросаете дело, не доводя его до конца. Вы ориентируетесь на результат, но не на процесс. Что такое ориентироваться на процесс? Ориентироваться на процесс это значит получать удовольствие от самого процесса деятельности. Не от его результата, да? А от процесса деятельности, когда вы чем-то занимаетесь, и прям вот натурально кайфуете от того, что делаете. Вот натурально кайфуете от того, что вот прям здесь и сейчас, условно говоря, происходит. И вот именно в таком ключе деятельность никогда вам не надоет. Именно в таком ключе деятельность вы не захотите прекращать. Могут быть, конечно, и другие причины. Например, отвлекающие факторы, на которые вам достаточно сложно не обращать внимания. К примеру. Какие это могут быть отвлекающие факторы? То, что вам хочется, но на что вы пытаетесь не обращать внимания, например. Да, то, что вы пытаетесь, то, что вы делаете, но... Как бы... Так вот. Дальше. Вы пишите. Начинаю, а потом через время становится неинтересно и перегораю. Ну, да, ориентирование на результат. Не могу найти себя. Ну, нужно понять, что вам нравится, от чего вы получаете удовольствие в процессе и соответственно. Как отличить безразличие к среде деятельности и обычную лень? Безразличие к деятельности это... Ну, отсутствие каких-либо эмоций и чувств вообще. Олень, это когда именно не хочется, а именно идет обесценивание. Извозить себя мыслями. Ну, здесь можно говорить про навязчивые мысли. Вот. Вам можно про них почитать и, соответственно, вы... Ну, почитав про них, вы раскроете это. То есть, навязчивые мысли это определенные желания ваши. Таким образом, больше ориентирования на процессе, больше ориентирования на своих ценностях, больше ориентирования на эмоциональном отклике. Вот. И все будет в порядке. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Удачи и всего самого доброго. До свидания. До свидания. До свидания.